Лекции, классные часы в школах, горячая линия наркологического диспансера, рейды полиции по ликвидации конопли и рок-фестиваль как кульминационная точка. Так прошел антинаркотический месячник в Ленинском городском округе. Итоги большой работы, а также результаты прошедших месяцев 2020 года подвели на заседание комиссии. За текущий период 2020 года в МВД России по Ленинскому городскому округу было зарегистрировано 89 преступлений данной направленности. Аналогичный период прошлого года – 82. Из них выявлено и возбуждено с лицом 63 преступления, а ППГ – 41. Это на 53% больше. Цифры впечатляют. И за ними стоит большая работа сотрудников правоохранительных органов. Известно, что Ленинский городской округ территориально расположен так, что через него проходит большой наркотрафик. В сводках у МВД периодически рассказывается о поимках преступников, занимающихся выращиванием и распространением наркотических средств. Но, к сожалению, работы меньше не становится. Некогда отдыхать и сотрудникам наркологического отделения психиатрической больницы номер 24. В тесном контакте они работают с управлением образования. В 2020 году проведены профилактические осмотры уже в девяти школах. Осмотрено на сегодняшний момент 962 обучающихся. Это от плана на 2020 год – 53%. Наркотические вещества не были обнаружены. Но при этом Ольга Запольнова отметила, что положительная реакция на никотин курящих подростков обнаружена у 14% школьников. В планах завершить работу по профосмотрам. То есть еще порядка тысячи школьников пройдут тестирование. Большую роль в борьбе с наркотиками играет пропаганда. О том, какая работа проводится в средствах массовой информации, рассказали генеральный директор МАУК Видновской дирекции о киносети Олег Федоров и руководитель Развилка ТВ Иосиф Гринберг. От обоих поступили предложения по улучшению работы в данном направлении. В завершении мероприятия Видновскую дирекцию киносети и Станичное казачье общество отметили за большой вклад в важное для муниципалитета, а также и всей страны дело – борьбы с наркотиками.